В данном видео я расскажу вам о том дне, когда Джон Уик стал жестоким, перестал улыбаться и испытывать жалость к противникам. Сразу отмечу, что в своем видео четырехлетней давности про способности Уика я очень-очень вкратце затронул некоторые из разбираемых сегодня событий. Сейчас же вам будет рассказана полная версия. Начинается наша история с города Эль-Пасо, расположенном в Техасе, США. Джон заходит в уютную кафешку за пирогом, который он приметил через окно. Герой заговорил с официанткой, но одному из посетителей это не понравилось. Он требовал, чтобы в первую очередь выполнили его заказ. Мужчина даже оскорбил Джона. Он был бандитом и считал, что ему можно все. Уик не стал реагировать на грубые слова, но подслушал, о чем тот белобрысый урод разговаривал со своей спутницей. Они обсуждали некого человека, который от них скрывался, но которого, судя по всему, им удалось обнаружить. Похоже, что сегодня ночью они планировали навестить бедолагу. Грубиян хотел сообщить об этом своему боссу по имени Пекас. Услышав это имя, Уик изменился в лице. Еще раз оскорбив Джона, бандит, очень довольный собой, удалился. Уик доел пирог и тоже ушел. По пути он купил кошачьего корма и покормил знакомую мурчалку в одном из заброшенных зданий. Затем Джон направился к дому, про который говорили бандиты. Недолго думая, он снял комнату в минус пятизвездочном отеле по соседству и стал ждать. Время тянулось неспешно, и Джон стал вспоминать про одно трагическое событие из своего прошлого. 12 лет назад он, еще совсем юный, обитал в небольшом городе в Нижней Калифорнии. Будучи глупым, но очень добрым малым, Уик решил стащить у местных бандитов группировки Три Билла. Небольшую сумму наличности, жалкие две тысячи долларов, чтобы помочь голодающим жителям своего бедного города. Джон считал, что бандиты этого даже не заметят. Но они заметили и даже бросились за воришкой в погоню. Подросток думал, что перепрыгнув забор и оказавшись у своего дома, он будет в безопасности, а бандиты не полезут. Ведь тут было много свидетелей, его друзья и знакомые. Но Три Билла не оценили поступок Джона и не желали прощать даже пару тысяч зеленых. Один из бандитов просто выстрелил по дому Джона из базуки. Всех его друзей, которые смогли пережить взрыв, застрелил тот самый Пекас и его приятели. Погибло 53 человека. Все, кого Уик любил и знал. В этот день его сердце ожесточилось, и он пообещал отомстить во что бы то ни стало. Спустя несколько часов Джон заметил в окне напротив кошку, а потом показался ее владелец. Это был Харон, которого Уик знал. Похоже, что бандиты искали именно его. Головорезы не заставили себя ждать. Они выбили дверь в номер Харона и наставили на него оружие. Среди них Джон узнал того, кого он искал многие годы. Пекаса. Последней каплей стало то, что этот урод ударил кота Харона. Уик схватил подушку с дивана, пробежал по небольшой балке, соединяющей дома, и выбил окно в квартиру с бандитами. После этого он в два счета перебил почти всех противников, кроме Пекаса и грубьяна из кафе. Пекас узнал Уика и попытался его пристрелить, но был убит из своего же пистолета. Одному подонку он отомстил. Осталось найти еще двух, Билли и Буффало. Джон забрал телефон и бумажник Пекаса, после чего поздоровался с Хароном. Они раньше уже пересекались, когда Уик был моложе. Харон ненадолго прервался и застрелил оставшихся в живых бандитов, а после вызвал чистильщиков. Затем Харон решил поговорить с Джоном относительно Билли и Буффало. Оказалось, что они были членами местного континенталя, отеля, занимающегося обслуживанием киллеров. Это ставило Джона в уязвимое положение, и Харон предложил взять его в это заведение. Когда прибыла команда для уборки квартиры Харона, он представил им Джона. За этим наблюдала Кармен, спутница грубияна в кафе. Она позвонила Марии, влиятельной представительнице одной из сильнейших группировок, и сообщила, что всех отправленных на задание людей убил некто по имени Джон Уик. Мария собрала несколько десятков киллеров и указала им на их новую цель. Тем временем Харон показывал Джону континенталь. Это была сеть отелей по всему миру, которая обеспечивала самых лучших киллеров самым лучшим сервисом. Были и правила. На территории заведения наемникам нельзя было убивать друг друга. Внезапно к друзьям присоединилась та самая Мария. Она сказала, что ее впечатлили способности Джона. Но тут несколько десятков человек вокруг достали пистолеты. Харон быстро разрядил обстановку, указав, что мистер Уик был гостем континенталя. И на него распространялись те же правила, что и на других постояльцев. После этого Харон начал сам наседать на Марию. Он сказал, что ночью на него напал Пекас, который, как ему было известно, работал на женщину. Мария ответила, что Пекас перестал ей подчиняться и делал, что хотел. Она извинилась за его действия и оплатила отелю внушительные отступные. Харон извинения принял. Затем Мария обратилась к Джону и предложил ему работу. Но Уик отказался, сказав, что в городе он ненадолго. После этого наш захватывающий друг ушел. Он отправился к заброшенному дому с котиком. И тут он сначала написал с телефона Пекаса Биллу, сказав, что Буффало нанял по его голову киллера. А потом то же самое написал и Буффало про Билла. Также Джон написал обоим, что за их головами должен был прийти Джон Уик. План сработал и бандиты начали паниковать, ожидая подставы друг от друга. Наемники Билла и Буффало усиленно патрулировали улицы. Джон только этого и ждал. Он специально выдал свое местоположение, а после исчез в заброшенном здании. С одной стороны в него вбежали к головореза Билла, а с другой – прихвостни Буффало. В какой-то момент они столкнулись и со страха начали убивать друг друга. Появился Джон, который благополучно стал выпиливать недобитых бандосов. Когда Билла и Буффало сообразили, что их обманули, большая часть их людей уже была выпилена. Не помогло даже подоспевшее подкрепление. Уик беспощадно уничтожал врагов, выполняя данные 12 лет назад обещания. Когда почти все миньоны Билла и Буффало были убиты, испуганные главари стали умолять о пощаде. Уик напомнил им про 53 убитых человека в его городе. Буффало заорал, что большую часть его друзей выпилили не они, а чокнутая женщина со звучным именем Катастрофа. Ей даже повод был не нужен, чтобы отправить кого-то на тот свет. Именно она тогда выстрелила из базуки, положив начало последующей резне. Но для Джона это не имело значения. Билла и Буффало были так же виноваты, как и их подручные. Он стал методично зачищать местность, а Буффало позвонил Марии и стал умолять ее о помощи. Женщина с радостью сообщила им, где они могут спрятаться, после чего они убежали. Через несколько минут к Джону подъехала машина, и водитель передал ему сообщение от Марии. Она предлагала встретиться в Континентале. Цели Уика сбежали, да и сам он был ранен. Поэтому он решил воспользоваться передышкой. Он принял приглашение. Женщина уже ждала его. Она сделала ему предложение, от которого было сложно отказаться. Мария работала на крупнейшего заказчика особых услуг в стране. И он очень хотел нанять Уика к себе на службу. Женщина намекнула, что и другие заказчики уже начали приглядываться к Джону. Однако, если он будет долго и упорно всем отказывать, то его попытаются устранить, чтобы он не достался никому. Наш герой, однако, опять отклонил предложение о работе и ушел. Мария удалилась в помещение, где ее ждали Билли и Буффало. Они были перед ней в долгу за спасение своих жизней. И женщина решила рассчитаться на месте. Она приказала им убить Джона Уика. Марии было невыгодно, чтобы кто-то другой заполучил такого опытного киллера. А вот Билли и Буффало были шокированы подобным приказом. Их штанишки еще не просохли от предыдущего столкновения с Джоном. И новых встреч они не планировали. Но Марии было все равно. Она дала задание, и по закону их сообщества его следовало выполнить любой ценой. Выбора не было, и они согласились. Для начала Билли и Буффало отправились в секретную подземную тюрьму, где размещались самые отпетые сумасшедшие головорезы. Тут они забрали свою старую чокнутую подругу, Катастрофу. Правда, бешеная женщина решила отомстить державшему ее в заперти медперсоналу. Она отобрала у них оружие и устроила перестрелку, перебив всех своих обидчиков. Затем Билли и Буффало рассказали ей про Джона. Катастрофа расстроилась. Она не любила, когда люди, в которых она стреляла, выживали. В это же время Уик сидя в своем номере, извлекалась с тела пули. Получалось не очень. Харон, очевидно обладая даром телепатии, желая отблагодарить Джона за спасение своей жизни, заглянул в его номер с доктором для оказания качественной помощи. Чуть позже Уику пришло сообщение от Катастрофы, которая забивала ему стрелку. Харон хотел помочь своему другу со снаряжением, но Джон, выглянув на улицу, сказал, что у него есть все, что нужно. Там его поджидали из десяток киллеров, желавших получить за его голову награду. Уик перебил их всех и забрал их оружие. В это время Катастрофа решила привлечь внимание Джона довольно кровавым и бьющим по воспоминаниям способом. Она просто выстрелила из базуки по жилому зданию. Уик приехал к месту взрыва на мотоцикле и открыл по Катастрофе ее подельником, огонь из автомата, спасая паникующих мирных жителей. После он уехал, а бешеная женщина бросилась следом. Джону позвонил Харон, который предупредил его, что из-за начавшегося хаоса его другу лучше покинуть город. Влиятельным людям произошедшее было не по душе и вредило бизнесу, а потому они планировали вмешаться. За голову Билли Буффало и Катастрофа уже была назначена награда, а потому волноваться было не о чем. Но Джон решил сам убедиться, что виновные будут наказаны. И не зря. Катастрофа взяла несколько гражданских в заложники, и Уику пришлось сдаться. Правда перед этим он связался с Марией и согласился работать на ее босса, если она сможет разрешить ситуацию с заложниками. Спустя несколько минут Билли, Буффало и Катастрофу окружили полицейские, а сама женщина по телефону приказала им отпустить мирных жителей. Как только все заложники покинули сцену, Уик открыл по своим заклятым врагам огонь. Буффало решил сдать Джону Катастрофу, но чокнутая вырвалась из его хватки и убила сначала его, а затем Билли. После они с Уиком наставили друг на друга оружие и выстрелили. Катастрофа погибла, а Джон еле живой вернулся в Континенталь. Тут его встретила Мария. Она призналась, что обманом заставила его работать на своего босса. Но это того стоило. Теперь один из лучших киллеров будет выполнять любые их задания. А если он захочет выйти из дела, то ему всегда можно будет дать невыполнимое поручение, с которым он не сможет справиться. Такие дела, а на сегодня это все.